Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях этого дня. В эфире новости телекомпании ТВИН, студии Татьяна Зайцева и вот некоторые темы этого выпуска. Во избежание детского травматизма в лагерях Горное ущелье и Уральские зори прошел День безопасности. Школа как новенькая. Городская приемочная комиссия продолжает оценивать готовность учебных заведений к 1 сентября. Движение «Жизнь» 90-летний ветеран Великой Отечественной войны Мухаммед Валий Хабибуллин получил премию Законодательного собрания области за заслуги в сфере физкультуры и спорта. А сейчас об этих и других событиях более подробно. День безопасности прошел в лагерях Горное ущелье и Уральские зори. О том, как уберечь себя от разного рода неприятностей, детям напомнили сотрудники МЧС и Магнитогорской госавтоинспекции. Как наставления взрослых превратились в увлекательное мероприятие, узнаете из нашего сюжета. По статистике, сразу после 1 сентября количество ДТП с участием детей резко возрастает. Расслабленная на каникулах ребятня попадает в городские условия и зачастую забывает об элементарных правилах безопасности. Поэтому профилактические выезды в детские оздоровительные комплексы сотрудники ГИБДД считают необходимыми. Линейки безопасности проходят каждую смену, чтобы охватить как можно больше детей. Госавтоинспекция по городу Магнитогорск уже, наверное, на протяжении последних пяти лет сотрудничает с загородными лагерями. Так, мы частые гости таких лагерей, как Горное ущелье, Уральские зори. Мы можем сразу охватить до тысячи детей. Так, например, сегодня в Горном ущелье было представлено 850 ребят. Дорожные полицейские напомнили ребятам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, рассказали о рабочих буднях сотрудников ГИБДД. Заодно детвора смогла познакомиться с устройством патрульного автомобиля ГАИ, узнать, как происходит задержание нарушителей правил дорожного движения. А некоторые на себе испытали приемы, при помощи которых полицейские нейтрализуют злоумышленников. Фото на память с инспекторами ГАИ, с патрулей машины, в патрульной машине. Окончание встречи было похоже на настоящую фотосессию. Каждый желающий мог пожать руку дорожным полицейским и задать интересующие вопросы. Также навестить ребят, отдыхающих в Горном ущелье и Уральских зарях, приехали и сотрудники МЧС на большой пожарной машине. У нас по утвержденному графику в каждой смене на объектах летнего отдыха детей и проводятся такие мероприятия. Это детям очень нравится, дети рады. Пожарные напомнили детям о правилах пожарной безопасности и показали устройство пожарной машины. Да не просто показали, а продемонстрировали в действии. Обливание водой из пожарного шланга для ребятни наверняка станет одним из ярких впечатлений этого летнего отдыха. Станислав Юрин, Ольга Плотникова, Василий Вабердин, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. В Федеральной службе по интеллектуальной собственности принято решение о государственной регистрации товарного знака «Макстронг» для высокопрочных и износостойких марок стали и производимых открытым акционерным обществом Магнитогорский металлургический комбинат. УАО «ММК» под брендом «Макстронг» реализует горячекатанные листы готовые изделия, не уступающие по своим характеристикам зарубежным аналогам. Партнерство «ММК» с крупными переработчиками таких категорий стали способствует замещению зарубежных аналогов листового проката с российского рынка и позволяет механообрабатывающим комплексам, в свою очередь, выходить на внутренний рынок с новой номенклатурой различных готовых изделий и комплектующих для строительной, карьерной, шахтной и тому подобной техники с более конкурентной ценой по отношению к импортным аналогам. Отгрузку первых партий данной продукции по коммерческим заказам УАО «ММК» осуществила в январе 2016 года, сообщает Управление информации и общественных связей УАО «ММК». К другим темам. Работы по благоустройству территории Парка Победы, начатые в июне, выполнены уже почти на 70%. Об этом журналистам рассказал Сергей Слепенчук, заместитель директора дорожного специализированного учреждения, которое и занимается облагороживанием парка. Приступить к глобальной реконструкции территории у монумента «Тылфронту» стало возможным благодаря в том числе и средствам, выделенным из регионального бюджета по проекту «Реальные дела». Напомним, программа «Реальные дела» была принята правительством Челябинской области и поддержана фракцией «Единая Россия» в Законодательном собрании региона. В настоящее время работы ведутся в южной части Парка Победы. Главной задачей на этом этапе – борьба с многолетними зарослями деревьев и пустарников. Благоустройщики расчищают подходы для техники и покосов. Работу осуществляем в два этапа. Первый этап сейчас идем, открываем, вырезаем поросли, идем без применения гидроподъемника. То есть идем по низу, по земле. Второй этап у нас будет уже с гидроподъемником, то есть поднятие крон, обрезка веток сухих. Общая территория зоны парка – около 20 гектаров. Должного ухода этот исторически важный для всех магнитогорцев уголок города не видел десятилетия. На помощь в решении этой проблемы пришла программа «Реальные дела». Плюсом дополнительно еще по программе «Реальные дела» добавили 2,5 миллиона на дополнение здесь поставленных задач. Продолжается благоустройство и улицы Калмыково, то ее части, что соединяет район многоэтажной застройки с пригородными поселками. В этом сезоне акцент в капитальном ремонте был сделан на благоустройство тротуаров. Раньше пешеходы зачастую были вынуждены ходить по краю проезжей части, так как отдельной дорожки для них здесь не было. Не было речи о безопасности пешеходов, поэтому удобный тротуар местные жители ждали очень давно. В рамках этих работ будет выполнено устройство тротуара длиной 450 метров от улицы Радужной в сторону Малживо. Работы производятся у нас с конца июля и, согласно графику, производятся до конца октября. Но фактически мы работы выполним до конца сентября месяца. Все работы выполняются в соответствии со строительными нормами, правилами и требованиями. Гарантийный срок службы асфальтированных дорожек – 5 лет. К другим темам. Муниципальное предприятие ТРЕСТ теплофикации продолжает подготовку к отопительному сезону. Уже закончены 4 этапа опрессовки сетей, и магнитогорцы в полном объеме получают горячую воду. На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы на тех местах, где во время опрессовки произошли прорывы и течи, в частности, на участке магистрального трубопровода диаметром 400 мм в районе площади Свердлова. При ежегодном испытании тепловых сетей на прочность и плотность, или, проще говоря, опрессовке, было выявлено крупное повреждение на участке пресечения улицы строителей с площадью Свердлова. Аварийный участок теплотрассы был выведен из работы, однако местные жители этого даже не заметили. Воду в их домах отключать не стали, пустив живительную влагу по резервной линии. Однако, если бы авария случилась зимой, часть Ленинского района осталась бы без тепла и горячей воды. Вчера трубопровод один поменяли, подающий трубопровод как раз вырезали, повреждения мы видели, нашли его, то есть это наружная коррозия, но трубопровод отработал почти 30 лет уже, при нормативном сроке 20 лет. До пятницы на участке будет заменено 60 погонных метров трубопроводом диаметром 400 мм, а к началу следующей недели дорожное покрытие на площади будет полностью восстановлено. Движение транспорта возобновится. Полное окончание восстановительных работ намечено на 24 августа. Это одно из последних повреждений, то есть у нас еще на площади Горького одно остается, мы его знаем, видим, тоже получили при испытаниях. Там готовимся к данным работам, и одно на левом берегу у нас осталось, по Маяковскому, 58. Всего же за этот сезон сотрудники Треста теплофикации устранили 142 повреждения. Остается привести в порядок некоторые внутриквартальные сети. К сентябрю город будет полностью готов к отопительному сезону. Станислав Юдин, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске продолжается приемка учебных заведений к 1 сентября. Накануне специальная комиссия проверяла готовность школы номер 20. Как показало выездное совещание, администрация школы хорошо подготовилась к новому учебному году. И в этом ей здорово помогли шефы. Объединенная сервисная компания и ЛПЦ номер 8 Магнитогорского металлургического комбината. Подробности далее. Славная традиция, пришедшая к нам из времен Советского Союза, шефская помощь школам и детсадам во времена хронического государственного недофинансирования оказывается той самой спасительной соломинкой, за которую благодарно цепляются директора учебных заведений. 20-й школе с шефами повезло. Это солидное структурное подразделение ММК, объединенная сервисная компания и листопрокатный цех номер 8. Именно благодаря хлопотам их руководителей, благодаря помощи их работников, школа сияет как новенькая за две недели до 1 сентября. Директор сервисной компании Мухин Александр Алексеевич, начальники цехов, это Коптев Сергей Петрович, это Тихановский Александр Петрович и, конечно, депутатский корпус. Наш депутат Бовч Павел Александрович, помощник Абусемушкин Юрий Петрович очень ответственно относится к тому, чтобы своевременно сдать школу к новому учебному году. Более полумиллиона рублей пожертвовала объединенная сервисная компания на ремонт 20-й школы. Сумма не маленькая. Директору школы было где развернуться, поэтому латали прежде всего глобальные дыры. И не просто латали, а, как принято говорить у производственников, занимались техническим перевооружением. Так были установлены новые пластиковые окна, целых 20 штук. Неслыханная роскошь для обычной муниципальной школы. Были капитально обновлены помещения. Это мини-спортзал, спортивный соревнования. Еще один класс, тоже там заменены евроокна, полностью сделаны ремонты и установлены светильники. Там будет класс на 30 учеников, и еще в одном кабинете евроокна установлены. Объединенная сервисная компания насчитывает 32 цеха, и за каждым закреплена школа или детсад. Шефы школы номер 20 – работники цеха ремонта оборудования металлургических цехов. Они помогали не только, как говорится, по смете, но и выделяя технику и рабочие руки. Причем выполняли шефскую помощь по-отечески, с душой. Итак, вердикт приемочной комиссии – 20-я школа полностью готова к 1 сентября. Все школы, которые мы сегодня принимали, они готовы к новому учебному году. Все чистенькие, вымытые, отремонтированные. Все, что было в течение учебного года, там приведено в негодность. На данный момент устранены эти проблемы. То есть дети хоть сейчас могут войти в школу и начать занятия. Татьяна Зайцева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. О культуре. В Магнитогорской картиной и галерее работает персональная выставка живописи заслуженного художника России Юрия Рысухина. На вернисаже побывал Павел Дарсенев. На выставке представлено более 60 работ из нескольких серий – «Венецианский карнавал», «12 месяцев», «Цирк», «Русские красавицы». Центральное место в экспозиции занимает одна из его самых известных работ – «Памяти Виктора Попкова». Посвящена она талантливому советскому художнику, который трагически погиб в 1974 году. На этой картине изображены вдовы – героини разных картин самого Виктора Попкова. Они как бы сидят, вспоминают свою молодость, а в зеркале отражается сам Попков, он как бы рисует их. И в то же время там же в зеркале отражается картина, которую он потом написал. А вверху лев, он как бы охраняет жилище. Вот такая замкнутая композиция типа «Троица Рублева» – так случайно получилось. Юрий Рысухин пишет картины, используя старинную технику живописи – рисование темперными красками по дереву, грунтованному левкассам. А основными источниками вдохновения у художника служат икона, народное творчество, искусство европейского позднего Средневековья. В этом плане работа мастера группы «Битлз» в СССР значительно отличается от остальных картин выставки. Музыканты – легендарный ливерпульской четверки на фоне Суздаля. А идею этого произведения художнику подсказал один друг – битломан. «Когда умер Харрисон, он говорит, слушай, напиши про Битлова, это же такие классные ребята, я говорю, ну с какой статьи я должен писать. Но тем не менее, он как бы заранил эту идею, я начал читать, начал смотреть, слушать, и как-то проникся этими ребятами. И тем более, они мечтали попасть в СССР, но так и не случилось у них». Персональная выставка Юрия Рысухина будет работать по 17 сентября включительно. Павел Брюсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. В минувшее воскресенье в нашей стране отмечался День физкультурника. По традиции уже в 12-й раз особо отличившимся тренером-преподавателем, спортсменом-инструктором, учителем физической культуры, руководителем спортивных школ и ветераном различных видов спорта в честь профессионального праздника были вручены премии Законодательного собрания Челябинской области. Все лауреаты премии, а это 50 человек со всех уголков Челябинской области, получили из рук председателя областного парламента Владимира Мякуша памятные медали, дипломы, удостоверения, нагрудные знака и денежные вознаграждения. Среди награжденных шестеро магнитогорцев. Инструктор по физической культуре отдела по работе с населением спортивного клуба «Ровесник» Александр Барышников, начальник отдела физкультуры и спорта спортивного клуба «Металлорг» Магнитогорск Андрей Гришин, педагог дополнительного образования. Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интерната номер 3 Юлия Молодцова, директор военно-патриотического клуба «Сармата» Алексей Никлюдов, тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Динамо» по боксу Леонид Тюменев, тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 8 Сергей Щербинин. Продолжение темы через несколько секунд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Награду героя вручил депутат Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Брагин. Продолжит Юлия Никифорова. На торжественное награждение в депутатскую приемную герой прибыл в сопровождении своей семьи – жены, дочери и двух внучек, которые дедушкой очень гордятся. Мухаммед Валейший Морданович Хабибуллин – представитель военного поколения. 15-летним подростком в 1941 году он работал токарем в токарном цехе комбината, точил снаряды для фронта. В спортивную жизнь предприятия включился сразу же после окончания войны. Мухаммед Валейший Морданович вспоминает, как выиграл первый послевоенный забег среди мужчин работников комбината на тысячу метров. Позже, после окончания техникума физической культуры, участвовал в соревнованиях по плаванию среди учебных заведений в Москве. Готовился к ним в Магнитогорске, на реке Урал, на водной станции. Пять-шесть тренировок и поехал на соревнования, рассказывает спортсмен. Ну, я плыл на спине, потому что это самое трудное было. Никто в это время не мог на спине плыть. Я поплыл на спине. Первые 50 метров еще работали руки, а следующие 50 метров уже я вот так вот плыл. Но занял второе место все равно, потому что кто в это время тренировался? Сразу по окончании войны, это в 45-м году было. Мухаммед Валейший Морданович воспитал большое количество магнитогорских спортсменов, разрядников, мастеров спорта. За заслуги в развитии физической культуры и спорта в нашем городе ветераны наградили премией законодательного собрания Челябинской области. К этой награде прилагается премия, вот, 43 тысячи, вот, вычитая налоги. В настоящее время Мухаммед Валейший Морданович Хабибуллин увлекается резьбой по дереву, поддерживает физическую форму, гуляя с собакой, постоянно следит за достижениями магнитогорских спортсменов и, конечно же, очень переживает за россиян на Олимпиаде. Ведь увлечение спортом, говорит ветеран, это навсегда. Юлия Никифорова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. И в завершении выпуска информация для автомобилистов. В связи с производством работ по устройству внеплощадочных сетей водоснабжения торгового комплекса «Лента», с 18 по 26 августа прекращено движение транспортных средств по внутриквартальному проезду от улицы Вокзальной между домами номер 86 и 88 до улицы Корсикова между домами номер 18 и 18 дробь 1. Планируйте свой маршрут заранее. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdfisyn.ru. А впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 18 августа. Всего вам доброго и до встречи. СПОНСОР ПРОГРАММЫ Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат По данным интернет-портала rp5.ru, завтра, 18 августа, в городе ожидается утром малооблачная погода, вечером облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом на восточный север, восточный от 2 до 4 метров в секунду. Отдельные порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 20 до плюс 16 градусов. Днем 28-29 градусов тепла. Прогнозируется высокое атмосферное давление 734-735 мм ртутного столба. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин